И первое слово я хотела бы предоставить нашим партнерам, которые в некоммерческие образовательные программы вносят такую струю извне, потому что они сами-то работают не в некоммерческих организациях. Но мне кажется, что такое сотрудничество как раз очень интересное и полезное, поэтому сейчас предоставляю слово Сергею Кобелеву и Илье Клешнину, и они расскажут нам о курсе по продакт-менеджменту. Я первое возьму слово у Сережи. Виктория, извините. У нас есть два основных выступающих и главный, потому что основные выступающие не из некоммерческого сектора, а главные из некоммерческого. Вик, пожалуйста. Ну да, я сделаю небольшую просто подводку такую историческую. Подводку? Подводка у нас в плане не была. Дам исторический контекст вообще, откуда все пошло. Наверное, году в 2019 Сергей, работая в Альфа-банке, по-моему, тогда придумал с коллегами такой пробонопроект, продакт-менеджер для НКО. И вот тогда мы с ним познакомились, я работала на тот момент в фонде Галчонок, и это вообще был совершенно новый мир, кто такие продакт-менеджеры, еще есть какого-то Альфа-банка, что они вообще могут знать в сфере НКО. Ну, я думаю, что и у продактов был определенный скептицизм. Есть такое слово на русском? Скепсис? Какое есть? Сепсис. Не углубляйся, а то это плохо кончится. Скептически настроены, что это за НКО и что мы там можем делать. Ну и, соответственно, мы в том числе. Но да, наша работа переросла в такую большую, наверное, дружбу уже четырехлетнюю. И со временем, я думаю, что если вы часто участвуете в мероприятиях Гаранта, вы уже видите, что Сергей не просто наш постоянный гость, но, наверное, уже даже можно сказать, постоянный такой ментор всей команды Гаранта в различных вопросах. И в разработке продуктовых линейок, и в разработке различных стратегий. И последний наш клуб школы тренеров, выпускников школы тренеров, когда Сергей и Илья как раз-таки помогли прямо в таком формате разгона с помощью таких продуктовых инструментов разобрать какие-то наши проекты. И, в общем, вот все это мероприятие переросло уже в идею, наверное, создать какой-то такой обучающий продукт по развитию как раз-таки продуктового мышления. То есть мы, наконец, поняли, что методологии, которые используются в стартапах и в корпорациях, все-таки они применимы на нашу с вами сферу, и мы всю эту историю решили раскрутить. Вот такая вот вводная у меня часть, и теперь я даю слово Сергею. Сереж, привет! Большое спасибо! Забавно было послушать, как ты меня воспринимала в первую нашу встречу. На самом деле, наше знакомство было так, я написал Вике, и Вика просто пропала на месяц, потому что у тебя тогда был, по-моему, ковид какой-то адский. Я такой думал, блин, все ясно с НКО, все понятно. А потом Вика приходит, и все это просто вон лав, там Сергеичка как это показывает, правильно? На самом деле, правда, у меня очень сильно изменилось отношение, то есть я вообще не представляю, как работает эта сфера, и безумно крутой опыт, очень интересно. И я вот сейчас еще раз готовился ко встрече, просто пробежался, подумал, вспомнил, как все происходило, когда вот эти вот вещи, которые оказались нам понятными и простыми, как мы их пытались переложить на сферу НКО, и был риск, что вообще ничего не получится, а на самом деле все работает и работает достаточно хорошо. Ну, потому что, что бизнес, что корпораты, что стартапы, что у вас сфера НКО, оно, по сути, ничем не отличается. У меня есть те же самые клиенты, те же самые люди, которые вам платят, потребности, KPI, OKR, отчетности и все остальное. И выглядит так, что, наверное, это очень крутая история, когда мы можем дать что-то новое из вот наших каких-то историй стартаперских или корпоратских в пользу направления, которое связано с некоммерческой деятельностью. Вот, я, наверное, сейчас, если никто не возражает, пошарю экранчик, и мы пройдемся прямо по сайту, наверное, покажу и расскажу, что мы хотим предложить. Сейчас видно? Все окей? Какая красота. В общем, что было придумано и что хотим сделать? В течение, наверное, полутора лет на текущий момент мы с партнером за пределами НКО решили заняться тем, чтобы помогать корпоратам учить продуктов. То есть, как выстраивать процессы продуктовые, как продуктов научить пользоваться инструментами. Потому что, ну, есть, наверное, не знаю, там, у меня был такой стереотип, что если корпорация, то, значит, там продукты вот такие вот, огонечек, они все умеют делать. На самом деле, нифига подобного. То есть, часто очень бывает так, что в корпорате проектом является продукт, или человек из аналитика перешел в продукты, и он вообще не понимает, как работать инструменты. Ну, то есть, красивое, хорошее название, но без понимания сути и что там должно происходить. Вот. И мы, собственно, по первому запросу собрали курс, пошли, поучили, потом оказалось, что потребность есть, и мы еще раз поучили, потом еще раз обучили. В этом году я ездил в Азербайджан, и там были целые дирекции. Мы через обучение выводили продуктов в банк. То есть, проводили оценку ребят во время курса прямо. Вот. И получается, достаточно хорошо выкристаллизовалась сама идея, как это должно работать, как можно научить продуктов продуктовым подходом. Вот. И сейчас, наверное, это будет следующий шаг, новый уровень, когда мы попытаемся это дело переложить на руководителей организации. Вот. И, собственно, что предлагается? Курс, который будет называться как продуктовое мышление для НКО, супер банально, не стали выдумывать ничего, хотя у нас была мысль, что НКО в космос, и мы очень долго спорили по поводу этого названия. Вот. Но в итоге хотим, чтобы было понятно и легко. Что предлагаем? Не буду останавливаться здесь на вводном описании, но концептуально классика такая, что чаще всего проекты неуспешны. В стартаперской сфере там один из ста выстреливает в хорошие какие-то результаты, там 10 из ста более-менее как-то выживает, но чаще всего проекты закрываются. Вот. К сожалению, статистики прямой с некоммерческим рынком, некоммерческой сферы нету, но, скорее всего, там, возможно, вы сами представляете, как это дело обстоит. Но мы решили не фантазировать, а прямо пойти к вам, к представителям организаций таких, и просто поговорить с вами, уточнить, а что болит на самом деле, ну, от чего страдания-то происходят у вас из-за дня в день. Вот. И все банально. Есть куча идей, непонятно, с чего начать. Непонятно, как эти идеи реализовывать. То есть нагенерить-то любой может очень много, а вот как это дело дальше запустить в процесс, здесь уже очень много сложностей возникает. А даже если мы выбрали, что хотим сделать, каким образом сделать это с минимальными ресурсами, людскими, финансовыми или репутационными, например, потерями минимальными. То есть чтобы наш проект, который мы задумали, он занял не два года реализации, например, а за месяц мы его сделали. Как таким образом мы можем поступить, как к этому процессу подойти. И дай бог мы запустили, все у нас получилось, отличная идея, круто реализация проекта. А как потом оценить результат и эффективность? Потому что очень много направлений связано с грантовой деятельностью, по которой надо отчитываться. Это банально, даже если брать не грантовую деятельность, то сама по себе внутренняя какая-то оценка моей результативности, она очень важна. Вот, соответственно, здесь третья история, как понять результативность мою, то есть концептуально, что делать, как сделать это быстро, как оценить, что я сделал, и все правильно и хорошо. И исходя из этих проблем, собственно, мы стали формировать всю идею этого продукта. Как это будет происходить? Мы видим это в вебинарах, которые будут длиться по 4 часа, выглядят пока нормальным процессом, с перерывом небольшим. То есть опыт показывает, что, в принципе, 4 часа нормально для того, чтобы достаточно вжатый период времени, но плотно достаточно пройти весь материал. Что даем? Теория, практика, практика, практика и домашка. Вот то, что мы делали в Азербайджане, оно показало достаточно хорошую эффективность, потому что мы делали следующим образом. Мы брали теорию, например, оценка рынка, разбирали на, собственно, саму базовую историю теоретическую, и потом брали всегда один проект, который мы ввели через весь курс, и здесь будет то же самое, и разбирали на базе этого проекта. И при этом вся команда, которая занималась на курсе, она была разделена на группы, и каждая из групп вела свой собственный проект еще в рамках курса, который прям был сгенерирован на первых занятиях. И таким образом вы прорабатываете прямо во время практики этот инструмент. То есть тут же его получили, тут же проработали, послушали, как работают другие, дали обратную связь, а потом еще кто-то закрепил это на уровне домашки. В итоге получается один инструмент, вы прорабатываете там 4-5 раз просто в течение одного дня. Кажется, это достаточно хорошая история, чтобы достаточно плотно закрепить этот инструментарий у себя в голове. Ну и финально курс, он будет доступен в течение трех месяцев, то есть можно будет посмотреть, пересмотреть, если вдруг захочется что-то там подтянуть и вспомнить. Программа курса состоит из девяти блоков, не буду подробно по каждому останавливаться, можно будет почитать, но концептуально говорим о том, что мы делаем и зачем мы это делаем, собственно, прорабатываем, куда мы двигаемся и что такое продуктовое мышление. Выбираем, как работает история с идеями, то есть как подобрать идею, как ее оценить, как ее усилить или, может быть, отказаться, что чаще всего и требуется нам. Смотрим на рынок, на какой рынок мы заходим, с кем будем работать на этом рынке, сколько вообще на этом рынке денег и так далее. Кто наша аудитория, наверное, самый прикольный и интересный инструмент, то есть когда мы смотрим, что нужно нашей аудитории, с какими-нибудь проблемами сталкиваться, а не наши фантазии, которые мы из души там напридумывали. Следующий кусок, как нам сделать это максимально коротким путем, как раз вот эта вещь с MPP связанная, чтобы не потратить туда очень много ресурсов, как распланировать процесс, выстроить логику взаимодействия с командой и так далее, как это финансово все запустить, проверить аналитику, то есть что мы делаем в моменте, что мы делаем после. Ну и финально добавляем еще вопрос-ответы, потому что полезная история, скорее всего, это будет копиться и в конце будет хорошо провести итог и поговорить просто в формате дискуссий. Три автора у нас есть, Вика уже, в принципе, вы ее видели, представлена была, то есть это как главный идеолог истории, связанный с направлением НКО. Илья у нас, он подключается к нам с направления стартапы, он совладелец LMS-платформы Adzenclass, они входят в топ-80 тех проектов России. И мы с ним очень много различных проектов сделали за, сколько, я не знаю, уже больше 10 лет нашего знакомства и дружбы. Он будет, получается, представлять историю со стороны стартапов, потому что у него на этом очень хорошая точная рука. А я в данном случае выступаю как где-то посерединке, то есть уже не стартапы, но корпорации, но уже чуть-чуть потрогал НКО, то есть, в общем, связующее звено, которое позволяет всю эту историю собрать вместе. Приходите на сайт, посмотрите, у нас тут просто прекрасные отзывы, большое спасибо всем ребятам, кто эти отзывы написал. Прям было очень приятно читать, потому что одно дело, когда ты выполнил работу, там сказали, все круто, а другое дело, когда через какое-то время пришла обратная связь, и это очень трогательно. Вот, поэтому большое спасибо. Мы запускаем с 5 декабря, курс бьется на три блока. Первый блок, он стоит 100 тысяч рублей, собственно, это непосредственно сама теория, практика в виде 9 вебинаров. Если хотим получать домашки и комментарии к ним, то это следующий блок за 170, а если требуется еще персональный разбор каждой домашки в виде созвонов, то это дополнительно еще дает нам 100 тысяч рублей сюда. Вот, в итоге три блока, можете нажимать на кнопки записываться, задавать вопросы. Здесь несколько вопросиков собрано, которые чаще всего там самые популярные, но мы готовы пообщаться и подискутировать в любой момент, если вдруг они появятся, помимо всего, что здесь указано. Вот, мне кажется, я уложился в 10 минуток. Я не знаю, Илья с нами или нет сейчас, потому что я не видел, подключился он. Илья, я всех приветствую, я тут немножко в дороге, да, мне, наверное, нечего добавить, Сергей все очень хорошо презентовал. Кроме того, что Илья здесь и точно есть, это не мифологический персонаж. Да, я существую, более того, я собирал этот лендинг и проработал программу, так что в курсе всего этого, да, действительно, если есть какие-то вопросы, можно каким-то отдельным образом в Телеграме и на почте поразбирать, посозваниваться. В общем, мы готовы как-то еще скорректировать программу, что-то добавить, убавить, может быть, ну, скорее добавить. Спасибо. Спасибо большое. Может быть, вопросы, коллеги, можно включать микрофон, задавать вопросы. У нас сегодня чуть...